Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге «Бытие», поговорим о 45-й главе. В 45-й главе драматические поворотные события происходят и связано это с тем, что в начале 45-й главы рассказывается о том, как Иосиф открывается своим братьям. По-видимому, предполагается, что они все это время, все предыдущие главы не могли узнать Иосифа, не приходило им в голову, что этот человек может быть им родственником. Ну, вообще говоря, конечно, можно было бы отнестись к этому сообщению как к некоторой литературной натяжке, но вот бывает, бывает и такое. Итак, автор рассказывает нам о том, что вот Иосиф всех выгнал из всех тех, кто находился рядом с ним в тот момент, когда он пытался задержать при себе Вениамина, выдал, выгнал всех и открылся братьям своим и спрашивал их, жив ли еще отец мой. Ну, и братья, понятное дело, в подобной ситуации смутились и не знали, что отвечать. Ну, это, собственно говоря, легко прочитать, а некоторый такой интерес и повод задуматься представляет то, что автор пишет дальше. Вот Иосиф еще раз говорит, я, Иосиф, брат ваш, которую вы продали в Египет. Ну, и, в общем, уместно ожидать, конечно же, каких-то, по меньшей мере, упреков в неправоте братьев. Они, в общем, совершили преступление. А Иосиф говорит, но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. И эта идея на разные лады повторяется дальше на протяжении десятки стихов, и еще ее отзвуки мы увидим и в дальнейших главах. Итак, вот, он говорит, это как все надо было, это Бог так устроил, Бог послал меня сюда перед вами, чтобы спасти вас всех для сохранения вашей жизни. Так это объясняет Иосиф. В принципе, это отнюдь не означает, что это в самом деле так. Речь не идет о том, что путем откровения Дух Божий открывает людям, что вот он так действует обычно, что он всякий человеческий грех или преступление использует для чего-то хорошего, или что Иосиф оказывается, как в подобной ситуации, слепым орудием, которое страдает, лишается очень-очень многого, едва ли не лишается самой жизни, вот для того, чтобы некий план, сам замысел, так сказать, исполнился. Среди христиан, по сути сказать, найдется немало таких, кого не коробит этот образ Божий. Ну, в общем, это скорее нам в укор, потому что, конечно же, думаю, что даже для автора это очень и очень неочевидный подход. Даже для автора очень и очень неочевидно, что можно в самом деле оправдывать, оправдывать, покрывать злодеяния людей тем, что Бог в конце концов использует результаты для чего-то хорошего. И так, еще раз повторяю, Иосиф, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараонов. Это объяснение. Ну, в общем, не ответ на вопрос о том, кто такой Бог и как он действует. Это тоже чрезвычайно важная вещь, потому что в Ветхом Завете, в принципе, таких мест немало. Когда люди влагают в уста Божьи, а еще чаще в уста людей, говорящих о Боге, вещи с нравственной точки зрения неоднозначные и на синем глазу утверждают, что так велел Бог. А вот на самом деле думать на эту тему совсем не так просто. Тем не менее, вот в данном рассказе это принимается, во-первых, за чистую монету, а во-вторых, ну, считается, что да, вот это Бог так сделал, потому что представление о том, что через зло не может быть ничего хорошего построено, Это представление скорее характерно для пророческого движения, до некоторой степени для поэзии, литературы мудрых, а для таких книг, вот как пятикнижие, все-таки нет. Поэтому для них нормально думать и говорить, что вот через это плохое, через это зло, через это преступление. Бог, как бы, читаем мы заранее, так задумал, что вот сейчас эти братья Иосифа помучают Иосифа, да заодно, заметьте, кстати, и отца его, Иакова, а потом получится хорошее. Ну, вот, подобного рода образ Божий, ну, скажем так, далеко не безупречен, на самом деле. И вопрос, над которым надо думать, на который нет прямого ответа, нигде, кроме креста Господня. Так ли действует Бог, или все-таки нет? Во второй половине главы фараон, узнавший о том, что вот братья Иосифа в большом количестве к нему пришли, вот он повелевает Иосифу нагрузить, навьючить ослов своих братьев хлебом для того, чтобы отправить их в Святую Землю, в Ханаан тогда еще, это не называется Святая Земля. И фараон говорит, возьмите отца вашего и семейства, и придите ко мне, я дам вам лучшее место в земле египетской, и вы будете есть туг земли. и даже он колесницы дает им для транспорта. Лучше из всей земли египетской дам вам. В каком-то смысле это симметрично, первой половине главы, потому что в первой половине говорится о том, что вот было нечто плохое, человечески плохое, а потом благодаря этому вот народ Божий или предки народа Божьего Яков и его потомки спаслись от смерти. А вот здесь хорошая щедрость фараона, который обещает землю, хлеб, говорит, давайте, везите все сюда, всех, все семьи свои, окончится-то и это все потом египетским рабством. Некоторая такого рода симметрия наблюдается. Но в явном виде она, конечно, не проговорена. И вот во второй половине 45 главы фараон Иосиф отправляет, Иосиф, собственно, отправляет братьев своих, они пошли, он им сказал не ссорьтесь на дороге. Возможно, что за этой фразой был еще некий вполне развернутый и, вероятно, очень литературный сюжет о том, как они обвиняли друг друга, говорили, кто в чем был неправ. Кое-что в этом жанре мы видели в предыдущих главах. Ну, вот здесь, к счастью, эта сюжетная линия свернута до одной единственной фразы. Ну, и заканчивается эта глава тем, что когда Иаков увидел все то, что выслали к нему египтяне и Иосиф, услышал рассказ об этом. вот ожил дух Иакова и он говорит пойду и увижу Иосифа пока не умру. Ну, то есть, он уже понимает, что ему осталось совсем недолго, вот он его идет увидеть. Для той эпохи это довольно важная вещь, потому что мы привыкшие к самым разным техническим средствам переписки в первую очередь, но и вживую общение. В общем, с трудом можем понять, насколько это было важно для людей, у которых никакой возможности контактировать друг с другом, кроме как диалога с лицом к лицу не было. Продолжение следует...